Прежде всего, я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам моего Парамаратя Группат Падме Ом Вишнапад Парахамса с вами Ашту Тарашата Шири Ширимада Бхакти Веданти Шири Леваманагасвами Махараджи Ом Вишнапад Парахамса с вами Ашту Тарашата Шири Ширимада Бхакти Веданти Шири Леваманагасвами Махараджи Я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам моих духовных предшественников Шири Шири Леваманагасвами Махараджи Шири Шири Леваманагасвами Махараджи Всем спутникам Праупатца Расводя Такура и всей Гуру Варги Я предлагаю свои дандават пранама всем вошнавам и вошнаве, собравшимся здесь и приветствую гостей вдохновляющих рассказывать Хири Катху Только что прошел большой фестиваль по всему миру Шивачи Турдаши Мы обсуждали о Шиваджи Вчера После моего класса, определенно, и спрашивали Махараджи Как Шиваджи и почему он стал Дурвасэм Я сказал, что я расскажу сегодня Вы знаете, какой характер у Нарадариши? Какой характер Нарадариши? Мы хотим слышать только от вас, Махараджи Но я хочу что-то услышать от вас Нарадариши говорит Кто-то спрашивает Риши, как тебя зовут? Меня зовут Нарадариши Какова твоя профессия? Я организую ссоры между матерью и отцом матерью и сыном матерью и дочерью отцом и дочерью Между возлюбленными особенно Я очень счастлива организовывать ссоры между мужем и женой Но почему ты так делаешь? И от этого получаю удовольствие Ты можешь присоединиться в мой клуб и повеселиться со мной Однажды Нарадариши взял свою вину и отправился на Вайкунху Когда Нараджи идет на Вайкунху Он поет Шриман Нараяна 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 Когда он идет на Айотху Он поет Джайрам 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 Джайси Рам Иногда Арам Лакшмаджанаки Джайбулла Ханаман Когда идет во врач Он поет Нарадамуни Баджаевина Ради Карамана Нами Когда он идет во Вариндаван Он поет Ради Караман Ради Караман И сейчас он отправился на Вайкунху Он осознанно выбрал время Когда не было Нараяна Лакшми Деви его поприветствовала Дала ему воды Нарадариши спросил О Деви Ты думаешь Ты самая благочестивая во всей вселенной Нет Ты совершенно не благочестивая Лакшми удивилась Почему Нарадариши это говорит Благочестие значит Нет никого кроме мужа Лакшми замолчала Если ты хочешь увидеть благочестивую женщину Иди в мирской мир Что? В мирской мир? В земной мир? Более благочестивая чем я Кто она? Жена Атриришиану Шьядеви Да? Да И взял он свою вину И ушел Пришел на Кайлаж Выбрал подходящее время Когда не было Шивы Если бы Нараяна был там Он бы не мог промыть мозги Лакшми Деви И если бы Шива был То он бы тоже не мог промыть мозги Сатя Деви Эй Шивани Сати или Шивани Ты думаешь ты самая благочестивая во всем мире? Нет Я Никогда не думаю Не храню себе этот титул Самая Более благочестивая Лакшми Деви На Байфундке Эй Забудь о Лакшми Деви И почему она не благочестивая? Каково определение благочестия? Спрашивает Нарада Шивани Сказала Никому больше не привлекается Кроме как к собственному мужчине И Шивани спросила Почему же Лакшми не благочестивая? Нарада ответил Ты можешь видеть везде Во всем мире Божество Лакшми Деви Раздает благословение Если ты отправишься во Врач Там есть 12 главных лесов Мадхуван Талаван Кумадван Бахулаван Камьяван Кандирван Вриндаван Падраван Бандирван Белван Махаван Лохаван Семь С восточной стороны Емуна С западной стороны 12 лесов Из этих 12 лесов Один выдающийся Белван Нарада сказал Иди в Белван и отправься Иди в Белван Посмотри что там делает Лакшми Совершает Тапасию Ацкеза Ты знаешь это? Да Но Кому она совершает Ацкезы? Спрашивающая Ваня Нарада Ответила Это то что я хочу тебе сказать Почему Лакшми совершает Ацкезы? Она совершает Ацкезы Чтобы Войти в Танец Расы Кришны Ее муж Такой богатый никто Ему не равен Что же говорить Чтобы быть возвышеннее Чем его Чем он Он лежит на кровати И богиня удачи Массирует ему стопы Он всегда в юной форме Никогда не бывает стар Несравненное богатство у него Нескончаемое Но Лакшми Оставив его Пришла во Бриндаван Совершает Ацкезы Ради Кришны Ради пастушка И она говорит Что хочет Танцевать Танец Расы С Кришной Что это за благочестие? Жать другого мужчину Обнимать и целовать его И танцевать с ним Это что? Симптом И определение благочестия Голова Шивани закружилась Ты знаешь, Шивани Ты знаешь, каков результат ее Ацкез? Я не знаю Пожалуйста, объясни мне Да, я это и собираюсь сделать Лакшми В глубокой медитации На Кришну Сидела И появился Кришна Проси Любое благословение Проси Любое благословение Но очень скоро Прямо сейчас Лакшми сказала Я хочу Присоединиться К твоему Танцу Расы Я не могу это делать Невозможно И Кришна И Кришна тут же исчез И Лакшми Стала думать Если ты хочешь что-то получить Нужно что-то потерять Снова Лакшми Стала совершать Ацкезы Снова Кришна появился Нарада Рассказывать эту историю Шивани Я слышала От Гуру Дева И также указывала В комментариях Бхага Об этом И я вам сейчас Рассказываю Что ты хочешь Деви О, я хочу Продвинуться К твоему Танцу Расы Ты помнишь Мое условие Говорил Кришна Не из глубины сердца Она сказала Ну хорошо Я могу это сделать Не только это Говорил Кришна Ты должна будешь Доить коров Делать йогурт На следующий день Взбивать этот йогурт Так же как в Раджи Гопи Это делают Воспевая при этом Субтитры Очень хорошо Доить коров Делать йогурт Совершенно неплохой Запах у этого всего Каково определение йогурта Вы знаете Йогурт О, Говинда Ади Пуруши А каково определение йогурта Доктор, вы знаете Йогурт значит Молоко спит ночью А утром просыпается уставшим Становится йогуртом Понимаете Молоко спит ночью А утром просыпается уставшим Шутка на английском Milk sleep at night Итак, что дальше О, да, это я могу сделать Сказал Лакшми Но не только это Приложал Кришна Ты должна будешь быть Под руководством Гопи Что? Праджи Гопи Они же вообще ничего не знают Деревенские девчонки И я должна Буду быть под их руководством У меня миллионы, миллионы служанок И я должна стать их служанкой Нет, это я не могу сделать Я буду независима Ну, забудь тогда о том Чтобы присоединиться к моему танцарасы И Кришна исчез Снова Лакшми началась с Кезы Снова Кришна появился Дэви, что ты хочешь? Я хочу войти в твой танецарасы Ну, очень хорошо Но ты помнишь мое условие? Ты должна быть под руководством Гопи И все, что делают Гопи Они всегда воспевают Говинда, Дама, Дара, Мадавети Как я могу быть под их руководством? Это же деревенские девчонки Я такая красивая У меня столько украшений И быть под их руководством Снова она стала думать Если я не буду под их руководством Я не смогу войти в танецарасы Дай-ка мне подумать Кришна сказал Не только подумать Ты должна будешь оставить свой Абхиман Брамане Своё отчисление, что ты Браман Ты должна будешь думать, что ты Гопи Нет, нет, я не могу это сделать Есть четыре Варны и четыре Ашрама Браманы, Четри, Ваши Шудры Из этих четырёх Варн Браманы самые возвышенные А ваши пастухи Они ниже Я должна снизить свою Варну? Нет, это я не могу сделать Снова Кришна исчез Снова Лакшми началась с Кезы Нарада рассказывает это с Шивани Снова она стала делать с Кезы Снова Кришна появился Ты помнишь? Спрашивал Кришна Да, я помню Не только это Ты должна будешь оставить свой Абхиман Брамане Ты должна будешь думать, что ты пастушка Не только это Ты должна будешь Всегда быть под руководством в группе Более того Ты должна выйти замуж за другого пастуха И встречаться со мной скрытым образом Рам, 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 Рам Я могу выйти замуж за тебя Но не за другого Мужчину Не за какого-то пастуха Ну забудь тогда Тебе не разрешено выйти в танец Расы До сих пор Лакшми Дэви Совершает с Кезы В Билване Не может выйти в танец Расы Нарада сказал Это определение благочестия Оставила своего мужа Красивого, богатого Вечно юного Пришла к пастушку и сказала Я хочу с тобой танцевать Обнимать, целовать тебя Голова Шивани закружилась Что Нарада такое говорит? И Нарада после этого отправился На Брама Локум Где живет Создатель этой вселенной Через четырехголовый Брамаджи И Брамаджи в то время Не было у себя Нарада сказал Дэви Жене Брамы Он спрашивает Ты думаешь, что ты самая благочестивая? Нет, я никогда так не думал А кто ты думаешь благочестивая? Более чем ты О, Шивани И Нарайане, значит Лакшми Нарайане благочестивая Почему? Ну почему нет? И то, что Нарада рассказал Шивани Все это он рассказал Брамане Лакшми оставила своего Юного, молодого, богатого мужа И захотелось совершать аскезы Ради того, чтобы попасть В танец Расы Кришны Но почему не Шивани? Послушай Говорил Нарадан Дакша Праджапати У него много дочерей Одну из них зовут Сатти Когда Господь Рама Чтобы выполнить желание отца Отправился в лес Почему он это сделал? Когда Рама был маленьким мальчиком В Хоккей и Дэви Всегда звала Рама в свой дворец Махраджи Шаратко, Каушалису Митра всегда там были Однажды никого не было во дворце Господь Рама сидел На коленях в Хоккей Прикоснувшись к ее подбородку Он сказал Майя Если я кое-что у тебя попрошу Ты мне дашь? Да Если ты мне попросишь Мою жизнь Я отдам тебе Не проблема Мама То, что я хочу у тебя попросить Очень легко после этого Оставить жизнь Но то, что я хочу у тебя попросить Очень сложно после этого Поддерживать свою жизнь Да, да, да Все, что ты хочешь можешь просить Что может быть более ценным Чем жизнь И Господь Рама сказал Мама, подумай прежде, чем пообещаешь Подумай дважды Да, да, да Я подумала много раз Все, что ты хочешь можешь просить Мама Ты невестка в династии Рагу И традиция династии Рагу Ты невестка в династии Рагу И традиция династии Рагу То, что они говорят То, что они обещают Взамен жизни Они выполняют свое обещание Хорошо, не проблема То, что ты хочешь Я могу это сделать Мама Когда мой отец Захочет сделать меня царем Да, да, да Говорила Кокей Я первая совершаю пи шеку Я первая падаю в раковину Да, мама Когда ты захочешь сделать И отец захочет сделать Попроси моего отца Два благословения Два благословения Чтобы вместо Рамы и Баретты Стал царем И второе Чтобы Рама отправился В ссылку На 14 лет Что? Как я потерял сознание Господь Рама Мягким прикосновением Вернул его в чувства Рам Почему ты хочешь это? Ты же старший сын Ты должен стать царем Мама Господь Рама сказала Мама Послушай Если я стану царем А Баретта не станет То мой отец Будет лжецом Как я удивилась Но почему? Если ты не будешь Если ты будешь царем То отец станет лжецом Мама Разве ты забыла? Забыла А однажды Мой отец отправился На охоту По пути обратно Уже было темно Мой отец Принял привыше В царстве твоего отца Мой отец И твой отец Подружились И твой отец Задействовал тебя В служении Моему отцу И ты будешь Такой умный Служила Служила так замечательно И однажды Ты покорила Сердце моего отца Когда Махарадж Дашаратка Хотел вернуться Обратно в Айотю Он попросил У твоего отца Мой дорогой Вдруг Если я кое-что У тебя попрошу Ты мне дашь И отец Кайкей Смеялся Эй Ты чего Шутишь Надо мной Ты же император Я маленький царь Что я могу тебе дать Да То что у тебя есть У меня этого нет Поэтому я прошу Что ты хочешь Выдай замуж Свой дочь за меня Нет Ни за что Забудь об этом Дашаратка Сказал Разве я не квалифицирован Для твоей дочери Ты самый лучший кандидат Для моей дочери Но мне не нравится эта идея Почему нет Ты должен пообещать Что сын Который выйдет Словно Моей дочери Какие Он станет царем Никто другой И Мараш Дашаратка Улыбнулся Да Замечательно Да будет так Дашаратка Думал У меня до сих пор Не было сыновей Если по милости Бхагавана Появится сын Из Йеллона Он автоматически Станет царем Чего тут отрицать Мама Ты помнишь это Да Ну хорошо Я согласна с этим Я не хочу Чтобы мой муж Был лжецом Чтобы он был Лжецом Предворщиком Обманщиком Я не хочу этого Но почему ты хочешь Отправиться в лес На 14 лет Мама Разве ты не помнишь Что я необычная личность Я Бхагаван Господь Рама Не принял рождение Из Луна Коушель Он появился В полном теле С четырьмя руками В форме вишни Ты помнишь это, мама? Я потом снова стал Маленьким мальчиком Ты помнишь, откуда я пришел? И помнишь, для чего я прихожу? Паритреная с одином Веначащидущикры там Я хочу Хочу дать счастье своим преданным И убить демонов Мама Если я останусь в Адженте Демоны сюда не придут Я должен идти в их место В лес Отправившись туда Я один за одним их убью Кайкея сказала Хорошо Ради тебя Я должна Это Попросить Это более опасно, чем яд Но для твоего удовлетворения Я это сделаю Итак Когда Начиналась Абхишека Кайкея попросила Эти два благословения Чтобы Рама отправился В ссылку И Барата стал царем Когда Рама отправился в ссылку И уже заканчивался срок Оставалось несколько месяцев Что произошло Раван Сестра Раваны Шурпанака Летала в небе Господь Рама Сидел в хате В доме Сделанной Лакшманом Сито внутри А Рама немного снаружи И Лакшман был рядом Как охранник Она летала Шурпанака летела сверху И увидела Какая привлекательная форма Какая красивая форма Я никогда не видела Такого привлекательного мужчину Если я Буду за него замуж Машин станет успешной Она не смогла Сдержать своего вожделения И что произошло Она спустилась вниз И подумала Если я пойду К этому джентльмену В своей ужасной форме Он меня не примет И благодаря своей мистической силе Иллюзорной силе Она одела себя Так красивой Стала такой красивой Более красивой Чем Мисс Вселенная Что уж говорить Мисс Малайзии Или мисс Джогарбару Или мисс Джогарбару Более красивой Чем мисс Вселенная Она подошла Ближе к Господу Раме У нее были Колокольчики Браслеты Она стала Ими издавать звук Стала издавать звук Эй джентльмен Смотри Насколько я красивая И ты Также подходишь Мне по красоте Если Мы поженимся Наша жизнь Будет успешной Раме сказал Ты мне нравишься Но Что за новым Может быть между нами Сокрасит она Раме сказал Послушай У меня есть жена Здесь Но у моего брата Нет жены Иди к моему брату Мы двое И вас будет двое И все будет прекрасно Услышав это Шарпанака Отправилась к Лакшману Лакшман сидел Точил свою стрелу Эй джентльмен Смотри Какой ты привлекательный И так же Я подхожу тебе По красоте Если мы поженимся Твоя жизнь Будет успешна Моя жизнь Будет успешна Когда Шарпанака Увидела его Она подумала Да Он так же Очень красив И привлекателен Рама Он темный А Лакшман Он светлый Лакшман сказал Мне нравится эта идея Но Эй Что за оно может быть Между нами Не может быть Никакого но Шарпанака Думала Что у них Только одно слово В словаре Но Больше ничего Этот говорит Но Другой говорит Но Только одно слово В словаре Что ли Но Лакшман сказал Послушай Если ты выдержишь За меня замуж Я могу Принять тебя Не проблема Поменяемся Гирляндами Как Гандхарвы И все Если ты выдержишь За меня замуж Ты должна будешь Стать служанкой Я слуга И ты будешь Служанкой Ты хочешь стать царевной Или служанкой Она думала Я же сестра Махараджа Царя Равана Я не хочу быть Служанкой Кого-то Не хочу быть служанкой Ну иди тогда К моему брату Снова она пришла Эй Твой брат говорит Что если я за него Войду замуж Ты должна быть Стать служанкой И служить Твоей жене Послушай Равана Сказал Глупая девчонка Используй свой Собственный разум В царской семье Жена брата Никогда не становится Слугой Чтобы она подумала Ну да Мой брат Равана У него и жена Мандадори Жена Кумбакарна Они не служанки Да Это правда Снова она пришла К Лакшмана Сказал Эй Будь разумный Не верь только в теорию Смотри на практики Смотри Практически Я слуга А он царь Смотри Какие тут у нас условия Ну да Он тут служит Они живут внутри Мирно А он всегда снаружи Лакшмана Да Я всегда снаружи Охраняю В холод В жару В дождь Всегда охраняю А снова она вернулась К Раме Раман сказал Я не могу больше жениться Иди к моему брату Лакшмана Сказал У моего отца 360 жен А у моего брата Только одна Какова проблема Я буду служить Вам троим Снова она пришла К Раме Почему Ты не можешь Да Моего отца Много жен У многих Сарей много жен Но я кое-что Пообещал Каково твои обещания Когда господь Рама После свадьбы Из Джанакпури Вернулся в Айотхю Мать Кавшали Сказала Господу Раме Рама Мой дорогой сын Ты родился В династии Рагу Во время первой встречи С женой Нужно дать ей подарок Все мы живем Между историей И тайной То что прошло Это история То что произойдет Будет тайным Мы знаем историю Ну не знаем тайну Все мы живем Между историей И тайной Мы живем В настоящем времени Если Кто-то Нам дает подарок Это все В настоящем времени Происходит На английском Present Значит подарок И настоящее Пусть у других царей Много Но я обещаю тебе И сказал Рама Сити Что ты будешь Одной женой Шарпанака Пришла снова К Лакшману Лакшман сказал Используй свой разум Кто знает о том Что он пообещал Никто не знает Иди к моему брату Обратно Я шарпанака Стала думать Я что Футбольный мяч Меня пинают С одной стороны В другую сторону А я поняла Коренная причина Моя проблема Это с ситом Если я Избавлюсь от нее У Рама не будет выбора Он будет вынужден Взять меня в жены Снова она приняла Ужасную форму И хотела схватить ситу Сита испугалась Рама посмотрела на Лакшмана Лакшман взял свою Острую стрелу И отрубил ей нос И уши Она улетела оттуда Немедленно Все вы немного знаете компьютер Кто немного знает Поднимите руки Хоть немножко Все вы Да? Хорошо Вы можете отправиться в студию Красиво одеться Сфотографироваться Потом загрузить фотографию На компьютер Идти в фотошоп И отрезать себе нос И уши И нарисовать кровь Как красиво вы будете выглядеть Вы поймете Итак Шурпанака Пришла более красиво Чем Мисс Вселенная И ушла Не ужасной Она пришла Крабанюм Позор тебе Позор тебе Что произошло? О, брат Что мне тебе сказать? Ну, скажи мне Кто там приглашает Свою смерть? Он что, не знает Что ты моя сестра? Брат Я сейчас тебе расскажу Я была в лесу Там такая красивая женщина Ты не можешь поверить Несколько она красивая Более красивая Чем Мандадоре Мандадоре? Мандадоре не сравнится С ней никак по красоте Мандадоре сказала Шурпанака Не вдохновляй своего брата Украсть эту женщину У нее есть И Шурпанака Говорила Я хотела сама ее украсть Но У нее муж И брат мужа И вот они меня изуродовали Ты должен сам ее украсть Мандадоре Мандадоре говорила Шурпанака Не вдохновляй своего брата Украсть ее Ты не знаешь силу Благочестивой женщины Ого-го Она-то сюда еще не пришла Если придет Тогда ты поймешь Равана спрашивал Более красивая Чем Мандадоре Да Мой брат Ты не сможешь себе представить Ни одна личность Не может с ней сравниться По красоте Мандадоре сказал Шурпанака Последнее предупреждение Ааа Забудь Последнее предупреждение Если она придет сюда Мой брат на тебя Больше не посмотрит Мандадоре разгневалась Ну не могла ничего сказать Что произошло Равана С помощью Маричи Его дядюшки Маричи Пришел украсть Ситу Дэви Сначала Маричи отрицал А потом Он знал Да Я знаю Там Вишня меня убьет И Раван взял свое оружие Твоя смерть уже сейчас Ты хочешь быть убитым мной Или Рамой Маричи подумал Если я буду убить Вишню Рамой То у меня будет хорошее будущее Зачем мне быть убитым этим демоном Что я должен делать Ты должен замаскироваться Золотым оленем А я буду скрываться Занаскировавшись с Сангеси Ты должен будешь Увлечь Раму Сита попросит тебя поймать Ты должен будешь увлечь Раму На дальнее расстояние Когда Рама В тебя выстрелит Симикирай голос Рамы Закрыши брат Лакшман Помоги мне Помоги мне Я в опасности И когда Лакшман уйдет Я украду Ситу Ну хорошо Он пришел Олень прыгал здесь и там Сита его увидел Эй Прабу 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 Какой красивый золотой олень Пожалуйста Поймай этого оленя Нам осталось здесь несколько месяцев Мы можем его взять И подарить Бхарате или Кайке Он будет бегать по нашему царскому дворцу Это будет самый большой подарок С нашей ссылки Рама думал Прабу Прабу Чего ты думаешь Иди поймай Лакшман сказал Мой дорогой брат Это невозможно Чтобы олень был сделан из золота Мы видели столько много оленей Но никогда не видели золотого оленя Какая-то иллюзия здесь Сита сказал Ну да Все мужчины параноики Все время ищут опасность Прабу иди Если ты его не поймаешь Если ты его поймаешь Ты можешь использовать его шкуру Для Сандья Ванданы Рам попросил принести логость стрелы И Рама ушел Ушел на дальнее расстояние Выстрелил в оленя Как только он выстрелил Вместо оленя Появился демон Моричи И закричал Брат Лакшман Помоги мне Помоги мне Сита услышал Это Лакшман услышал Эй Лакшман Твой брат в опасности Иди помоги ему Лакшман Мой брат в опасности Самая великая опасность Придет Услышав имя моего Рама Эта опасность уйдет Даже олицетворенная смерть Если придет Услышав О моем брате Она немедленно уйдет Когда Джамил был На смертном адре Только стал звать Нарайя Нарайя Даже Просто сына Нарайя Стал звать Что произошло Ямадуты ушли Он сказал Нет Я здесь для твоей защиты Господа Рама Царя Йодхи Сказал мне Защищать тебя Но я царица Йодхи Мой приказ Иди Иди помоги своему брату Лакшман сказал В писаниях указано Раджавич Нужно Не ранее А вечь Нужно Прислушать Приказы царя И Сита сказала Ооо Сейчас я поняла Ты же мне Шпион Барата Ты хочешь Чтобы твой брат Умер И наслаждаться Со мной Забудь об этом Я предпочитаю Лучше принять Яд Нежели Прикоснуться К другому мужчине Чем Господу Раме Лакшман сказал Как ты можешь Использовать Такие саркастичные Слова Я же отношусь Тебе как к матери Как ты можешь Так говорить Ну хорошо То что должно произойти Будет Обязательно Никто не может Это сдержать Но послушай Он взял свою стрелу Я сказал То что я выучила Своего Городева Я сейчас сделаю Один круг И при любой причине Ты не должна Выходить За пределы Этого круга Будучи одна Не выходи За этот круг И Лакшман ушел Как только Лакшман ушел Равана появился Он хотел войти Но Плающий огонь От круга Исходил Ураавана Сила Царя Демона Ведьмы Гиганта Одно за другой Он прилагал Но не мог войти Использовал Деревянные сандалии Которые не проводят Электричество Он был в деревянных сандалиях Много исследований Было проведено Почему Равана Не мог пройти Никто не мог понять Раван подумал Если сейчас Кто-то из братьев Вернется Они меня убьют И он стал просить Пожертвования То, что ситой было Прукты Из леса То другое Она принесла Я не могу выйти А я не Мой брат Сделал эту линию Строго мне запрещено выходить Равана сказал Я не обычный сандьяси Я не могу здесь долго находиться Только на время доения коровы Не более И он закрыл глаза Я большой астролог Я вижу в своем видении Твой муж По твоей просьбе Побежал за золотым оленем Поймать этого оленя А золотой олень Ударил его В живот Кровь течет И он кричит Лакшман Помоги мне Помоги мне И ты сказала своему брату Отправиться И он отправился Если ты выйдешь сюда И дашь мне пожертвование Тогда я Благословлю их Если нет Тогда я проклину их И он умрет Нет, 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 нет Не проклинуй мы его мужем Она вышла И немедленно он ее украл Когда Лакшман Встретились О, Лакшман Ты здесь? Да, я услышал Как ты меня звал Я Говорил своей сестре Что это Не так Она настаивала Она говорила Я 24 часа в сутки С ним Я знаю лучше Что это голос Рамы И она Приказала мне Что я мог делать? Лакшман Да, все это иллюзия Это был демон Они вернулись Эй, Сита Эй, Сита Где же ты? Рама стал искать Он ходил Обнимал деревья Приказался к Лианам Вы видели мою Ситу? Приказался к Лианам Вы видели мою Ситу? Моя Сита всегда с вами играла Рама, как сумасшедший ходил Нарада рассказывает это кому? Браммани Почему Шивани, она неблагочестивая? Увидев это Шива же улыбнулся Увидев эту картину Шивани спросил Прабу, почему ты улыбаешься? Мой Прабу Совершает такие замечательные игры Человеческие игры Шивани сказал О, даже я знаю Что его жена была украдена Раманой На Ланке На Шаббатике Я могу все видеть Что это за Бхагаван такой? Даже не знает, где она И Шива с расстояния Предложил поклон Раме Шивани спросил Кому ты предлагаешь поклоны? Моему Прабу, Раме Ну что это за Бхагаван такой? Ведет себя как мирской человек Ничего не знает Шива сказал Ну если ты сомневаешься То можешь разведить свои сомнения И Сати одела себя как Сита Никто не мог ее распознать Абсолютно так же выглядела как Сита Пришла туда, где Рама Подошла к нему Эй Подойди ко мне Обними меня Господь Рама проявил свою милость Эй, мать Ты одна здесь Где твой баланат? Твой муж Это тем нехорошо Для красивой женщины Одной быть в лесу В диком лесу Нехорошо для тебя О, Боже, он распознал меня Нарада рассказывает это Брамани Что это за благочестие такое Шивани Что она хотела обнять Раму Это совершенно не благочестие Взяв свою вину, он ушел Лакшми очень расстроилась Шивани очень расстроилась И Брамани расстроилась И Лакшми совершала срочное совещание Лакшми сказала Послушайте, сегодня Нарада пришел И сказал Что я не благочестивая Самая благочестивая Женщина В земном мире Вы верите в это? И Сатхи сказала О, Шивани Сатхи сказала Лакшми, ты не знаешь Что он мне сказал Что он тебе сказал? Что ты завершаешь эскезы в Белване И хочешь Хочешь танцевать с Кришной Что это такое? Лакшми так разгневалась Ходила здесь и там Если вы не привыкли есть чили Но съели за раз пять-шесть чили То огонь пойдет из ваших ушей и носа И Лакшми была такой же разгневанной Огонь шел из ее ноздрей и ушей Что он так сказал На меня И Брамани сказала Шивани, ты знаешь Что Нарада мне рассказала о тебе? И она сказала О, Шивани Она все рассказала И Шивани разгневалась Хорошо, мы должны отомстить этой женщине Самый благочестивый И Лакшми сказал Послушайте Когда наши мужья вернутся Мы должны будем попросить наших мужей Разрушить ее благочестие Но если мы скажем напрямую Они не послушаются Итак Как контролировать мужей Лакшми рассказывает Шивани и Брамани Когда мужья придут Мы должны плакать Они спросят Чего плачете? Нужно плакать еще больше А потом сказать Я не буду есть Все, голодовка, забастовка Я иду к своим родителям Можешь заботиться Тут обо всем остальном А я возвращаюсь к родителям Так вот контролировать мужей Итак, когда Нарайана вернулся Лакшми плакала Что произошло? Она еще больше стала плакать Что произошло? Скажи мне Сегодня Нарадариша пришел И сказал Что самая благочестивая Во всей вселенной Анушья Деви Жена Атририши Ты должен отправиться И разрушить ее благочестие Нет, она же великая преданная Ну хорошо Тогда голодовка Если голодовка Тогда Все мужчины-то Они не знают Как готовить Нарадариша сказал Нет, 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 нет Ну тогда я ухожу к родителям А когда Шивачи пришел Шиване то же самое Сказала Шивачи Абрамане то же самое Сказала Брама Джим Что же теперь делать? Нарайана Перед дилеммой Это домашняя проблема Нарайана, Шива и Брама И что? Произошло Нарайана собрал совещание А что произошло дальше? Завтра Как Шивачи стал Дурбаса Я расскажу завтра